В Мариел продолжается реализация программы по расселению ветхого и аварийного жилья. В предновогодние дни в столице республики новоселье отпразднуют более 350 человек, ранее проживавших в 20 обветшавших бараках. Особенность программы в том, что квадратура жилья в новостройке значительно превышает площадь расселённого жилья. Арсентьеву Анатолию Геннадьевичу. В преддверии Нового года новоселье по-особенному радостное событие. Сегодня его отмечают 134 семьи. Это в общей сложности более 360 человек. Сегодня вы въезжаете в новые квартиры. И я бы хотел буквально два слова сказать. Действительно, правительство республики уделяет расселению аварийного жилья. Огромное внимание. Алексей Целищев переедет в новую квартиру с женой и двумя детьми. Пока супруга на работе, а старший сын в школе, ответственность осмотреть свои квадраты взяли на себя папа с дочкой. По адресу Клары Цеткин 19 жили в доме. В ветхом, старом. Теперь будет хорошее жилье, новое, уютное, тёплое. Ещё один из новосёлов – кот Лёва. Семья Филосовых решила не отступать от традиций и первым в новую квартиру запустить домашнего любимца, чтобы жизнь на новом месте была счастливой. Настроение замечательное. Это очень хороший подарок на Новый год. Особенно то, что ремонт замечательный. Заезжай и живи, ничего делать не надо. Большое спасибо. Мы заезжали ещё до этого, смотрели квартиру, пока шёл сам ремонт. Мне понравилось, что были такие доброжелательные работники. Они нас пустили, мы посмотрели спокойно. То есть мы уже знали, что мы тут увидим. Переселение людей из аварийного жилищного фонда – одна из приоритетных адресных программ, реализуемых в Мариел. Дом в Йошкарале по адресу Петрова, 32А, завершает её в этом году. Но в первом квартале следующего, 23-го года, программа будет продолжена. Я рад, что программа переселения из ветхоаварийного жилья реализуется. И действительно, сегодня я посмотрел. Всё-таки мы это делаем для людей, прежде всего. И люди, видно, что довольны, счастливы. Наконец-то они в новые современные квартиры с ремонтом въехали. И я благодарен, прежде всего, нашему правительству, нашей команде республики и подрядчику, который построил и сделал такие достойные помещения, жильё достойное. Правительство республики не только планомерно решает вопросы переселенцев. Уверенными темпами растёт количество квартир, предоставляемых ежегодно детям-сиротам. Что касается текущего новоселья, площадь расселяемого жилья составила более 4,5 тысяч квадратных метров. А предоставляемая площадь на тысячу квадратов больше. То есть условия проживания людей будут не только более комфортными, но и более просторными.